вот этот синдром хорошей девочки или хорошего мальчика тот ролик с одним не знаю она известный неизвестный психолог не столь это важно где она рассказывает что эти люди то вот они везде везде есть везде они готовы помочь первые предлагают первые забегают дороги и в то же время как бы она это говорит в таком достаточно неприглядном негативном ключе что эти люди вызывают но какое-то отторжение неприятие и что это как бы рука об руку ходит естественно с алгоритмом жертвы в какой-то степени да это абсолютно так с точки зрения того что человек который пытается быть хорошим это изначальная жертва но что это психолог умолчала или я думаю скорее всего она просто сама этого не знает и тем более не осознает это то что если сейчас матрично говорить любой человек жертва помнишь у нас был подкаст жертва со знаком плюс и жертва со знаком минус если кратко сказать то либо человек в первую очередь думает о себе и потом уже думает о другом но то есть он винит сначала кого-то другого а потом только в конце может винить себя есть наоборот когда человек в первую очередь винить себя и только потом в конце может винить кого-то другого вот только в этом эти жертвы различаются сказать что есть не жертвы тоже невозможно и если посмотреть внимательно то этот психолог который достаточно в таком неприглядном ключе говорит об этих так называемых хороших девочках хороших мальчиках ведь на самом деле это эмпаты что будет с реальностью если эмпаты не будет я не говорю что должен быть перекос дело все в том что данный психолог она утверждает о том что надо приходить к ней да и она естественно во всем этом поможет какой-то степени она правильно скрывать что виной всему мать у которой есть комплексы есть собственные проблемы и она задает такой тон такое излучение такое воспитание что ее ребенок или ее дети заслуживают любовь и человек настолько привыкает детских лет заслуживать любовь что у него вырабатывается эталонная система где заслуживание любви это как дышать это норма да это такой эталонный алгоритм и шаблон и человек находится как в неком коконе в кабале вот такого шаблона и сделать он с этим ничего не может но давай посмотрим вот еще на что нельзя рассматривать только ситуацию взаимоотношений в человеческом плане да это очень важно матричные правила закона никто не отменял и считаться с ними априори необходимо но человек находится в реальности одного он находится в состоянии забвения да то есть абсолют в забвении и есть человек и жернова матрицы будут создавать такие обстоятельства ситуации и условия чтобы сдавливая человека побудить его вскрыть истинную природу самого себя суть сознания бытия себя настоящего и если бы человека ничего не сдавливало да то никакого побуждения и тем более никакого освобождения быть бы не могло то есть забвение было бы бесконечным а это как говорится не то что заключено в совершенном бытии да в совершенном сознании бытия и так если вернуться к этому психологу то странно то что она адресует этот свой посыл людям которые действительно жертвы люди которые уже оказались вследствие того что с ними сделала мама да и при этом как бы с мамы когда-то спроса никакого нет почему она не адресовала этот ролик именно матерям она адресовала тем кто явился следствием такого воспитания следствием скажем так морального психологического до энергетического насилия она обращается к жертве которая не выбирала быть жертвы она познала такое взаимоотношение и такое понимание любви которое она восприняла как эталонную меру в чем же этот человек виноват то есть она предлагает работать со следствием это поздно это ни о чем это тупиковость нужно вскрывать причину и как мы сегодня уже это проговорили причины здесь две естественно богу богова кесарю кесарева что это значит нужно прорабатывать и матричную ситуацию то есть естественно в сад состоянии как бы человек когда взрослее до его детства и вот эта ситуация воспитания воздействия родителей в частности матери но самое главное должна быть причина именно сущностная причина изначальная для чего человек здесь а получается данный психолог и сам не ведает и рекламирует агитирует и зазывает человека в такое подобное неведение где он будет прорабатывать то есть он будет бороться со следствием будет бороться с ветряными мельницами но по факту он не сможет изменить свою эталонную систему он лишь увязнет в борьбе с этой эталонной системой потому что очень важно не как бы разглядеть того то сформировался вот с этих детских лет да то есть то что я называю персонажем с его собственными программами и если человек находится в обусловленности этим персонажем он не может себе помочь и никто ему не сможет помочь для этого необходимо разотождествление об этом я много-много говорю и пишу и мы это вскрываем в практике то есть в консультациях это есть почему это так важно невозможно помочь тому кто тонет в проруби прыгая самостоятельно также в прорубь то есть необходимо разделение с тонущим расслоение то есть если условно сказать что персонаж тонет то тот кто его спасает он должен прочно стоять на земле на опоре да он должен чувствовать эту силу и основу тогда он может взаимодействовать у него появляется люфт дистанция у него появляется вот это даже перепад где он может что-то предпринимать маневрировать но когда человек обусловлен то есть он будет идти поперек своей эталонной системы да она печальная да она драматичная да она тяжелая и кажется безысходной но она для него эталонная потому что это то что он воспринял как норму как само собой разумеющиеся и каждый раз когда человек будет пытаться с этим взаимодействовать вся система будет как бы бунтовать она будет себя защищать она будет говорить нет 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 не трожь так должно быть это как аксиома и в чем разница вот в чем отличие данного проекта да это что вообще я транслирую любая идеология да она хочет якобы помочь человеку но в этом и заключается ошибка любая идеология дает человеку касты ли он остается духовным инвалидом задача данного проекта вскрыть те частоты те алгоритмы подвести человека к сути самого себя где он будет себя разворачивать потому что невозможно только брать и полагаться на специалиста тогда человек остается инфантильным и инертным он инвалид он сам себе не голова не опора не авторитет не основа и это точно такое же предательство то есть там будет полагательство на маму которая оказывается не очень хорошим человеком и создает вот такого ребенка который вечно ходит и ищет да вымаливает себе любовь а теперь будет например психолог который будет показывать как надо а где гарантия что у этого психолога вообще как говорится есть осознавание и видение как все устроено то есть человек будет под именем вот этой психологии навязывать какую-то новую эталонную меру но по факту не вскрыт будет ни персонаж независимости от него не обусловлено всеми этими программами и не вскрыт сам механизм эталонной системы который будет воспроизводить себя как некое такое духовное днк поэтому очень важно чтобы человек сам хотел чтобы у человека было намерение обнаружить себя обнаружить того кто будет помогать разотождествляться с собственным персонажем то есть невозможно помочь тому кто сам себе не хочет помочь